У Людмилы Киселевой анклюзирующий спонзелит, больше известный как болезнь Бехтерева. Почти 20 лет женщине не могли поставить диагноз. Раньше считалось, что этой патологии подвержены только мужчины. И вот в 2013 году, когда состояние пациентки стало совсем плачевным, она говорит ее в прямом смысле слова – скрючила. Спасли врачи пятой больницы. До того, как ей назначили генно-инженерный препарат, Людмила жила на обезболивающих. Позвоночник костенеет, суставы разрушаются, скованность, движение уменьшается, постоянные боли. На этом препарате я почувствовала просто человеком, я могла двигаться. Раньше таким больным, как Людмила Киселева, приходилось постоянно ездить за лечением в Москву. Сейчас в рамках системы обязательного медицинского страхования регион получил квоту на высокотехнологичную помощь. В рамках рязанских врачей весь арсенал генно-инженерных препаратов, а также доступны все известные методы исследования. Компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, исследование аутоиммунных антител. А это антитела, которые показывают напряженность этого патологического аутоиммунитета. То есть на территории области у нас в наших клиниках с нашими врачами можем мы спокойно диагностировать, назначать, лечить, видеть эффект. Ревматическими заболеваниями болеют миллионы людей по всему миру. Вовремя провести диагностику и оказать помощь – главная задача современной медицины. В основном в нашем отделении это системные заболевания соединительной ткани и деформирующие заболевания суставов. Это ревматоидный артрит, деформирующий остеоартроз, ну и системные заболевания, такие как системная красная волчанка, системные склеродермии, ну и другие. К сожалению, полностью такие болезни не лечатся. Но можно добиться стойкой ремиссии, и человек будет жить нормальной жизнью. Но проблема заключается в том, что многие люди обращаются слишком поздно. Например, при ревматоидном артрите все начинается с кистей рук и стоп. Боли и припухлость могут насторожить. Но если воспалительный процесс в суставах не перерос в хронический, эти симптомы проходят. А когда появляются снова, может быть, поздно. За этой, казалось бы, не совсем опасной патологией кроется другое. Это поражение обычно всех внутренних органов, всех органов и систем. Кроме того, все ревматические заболевания приводят к ухудшению течения других состояний, которые есть у человека. Течение ишемической болезни сердца, развитие онкологии. Ревматические заболевания в большинстве своем являются аутоиммунными. То есть иммунитет дает неправильный ответ на собственные антитела. Самое страшное, что они серьезно помолодели и встречаются даже у детей. А предотвратить их практически невозможно. Но отказ от курения, сбалансированное питание и здоровый образ жизни могут помочь при профилактике и лечении. Вообще статистика неутешительна. В прошлом году к врачам-ревматологам обратились более 40 тысяч человек. Такие болезни находятся на четвертом месте среди причин инвалидности.